Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы поговорим с вами о опасностях применения гуминовых препаратов и гумизированных удобрений. Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Последнее время, ну уже, наверное, в последнее десятилетие, можно сказать, гуминовые препараты, это вот эти все коричневого, темно-коричневого цвета жидкие или твердые удобрения, приобрели особую популярность у садоводов и огородников. У нас на канале Процветок имеется видео о полезных свойствах гуминовых препаратов. Однако, масштабы производства этих препаратов являются в последнее время просто колоссальными. И, к сожалению, зачастую можно услышать всевозможные фантастические свойства этих удобрений, которые им приписывают маркетологи, стараясь побольше и подороже продать эти препараты, которыми они на самом деле не обладают. Кроме того, поговорим с вами о том, насколько опасно регулярное, систематическое и неконтролируемое применение подобного рода препаратов. Начнем с того, что гуминовые препараты, биогумус, гуматкалия, оксидаторфа, другие препараты подобного рода в своей основе содержат гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты являются естественным компонентом почвы. В почве они образуются благодаря микробному разложению органического вещества. Чем больше гуминового компонента в почве, тем более темно она окрашена. Вот у меня здесь в таких вот вороночках стеклянных имеется небольшое количество самого обыкновенного торфяного грунта, который можно купить в любом магазине для рассады. И я вам продемонстрирую так грубо, да, ну примерно, что из себя представляет производство этих гуминовых препаратов. Вот этот торф я залью обыкновенной водой, самой обыкновенной. Покажу вам даже реакцию кислотную. Вот видите, обыкновенная нейтральная вода. А вот здесь у меня есть раствор щелочи. Это калий едкий. Я залью этот торф едким калием. И вот будет у меня фильтроваться фильтрат. И вы постепенно увидите в процессе нашего ролика, чем они различаются. Итак, гуминовые препараты в Российской Федерации преимущественно добываются из бурых углей. А в Республике Беларусь преимущественно из торфа. То есть из того сырья, из тех источников, которые являются более доступными на определенной территории. Для того, чтобы извлечь гуминовые и фульвовые кислоты, это еще один компонент гуминовых препаратов, фульвовые кислоты, необходимо применять щелочи. Чаще всего используются едкий калий, тогда получается гумат калия. Также едкий натр, тогда получается гумат натрия. Если используется крепкий аммиак, тогда получается гумат аммония, аммонийные гуматы. Они, конечно же, являются более ценными по сравнению особенно с гуматом натрия. Почему? Потому что содержит гораздо большее количество азота в своем составе. Какое количество калия, например? Даже и азота, калия в частности. Можно услышать зачастую, что подкармливайте гуматом калия огурцы, например, чтобы они не крутились, не изгибались, и чтобы это была хорошая калийная подкормка. Калия в гуминовых препаратах, в гумате калия, содержится ничтожное количество. Никакими подкормками гуматом калия вы не восполните повышенные требования растений к гумату калия. Можно сказать так, что вес гуминовой молекулы вот такой, а вес калия при ней вот такой. И для того, чтобы обеспечить растение калием, вам надо внести этих гуматов очень-очень много. Просто огромное колоссальное количество. Итак, что у нас происходит при фильтрации? Вот вы можете видеть, какой цвет раствора здесь, а какой цвет раствора здесь. Щелочь при соединении с торфом или с бурым углем растворяет, переводит в растворимую фазу гуминовое соединение. И таким образом они могут использоваться для приготовления растворимых удобрений. Какие же плюсы дает использование гуминовых препаратов? Конечно, гуматы являются в первую очередь не удобрениями никакими. Они являются регуляторами роста растений. Главным образом они регулируют рост растений благодаря тому, что обладают хилатными свойствами. Хилатные свойства – это возможность соединения с ионами металлов, с микроэлементами, что позволяет растениям легче их усваивать. Вот это очень важное свойство гуминовых препаратов. В основном этим они нам и цены. Есть и другие свойства, не буду на этом останавливаться. Но об этом свойстве стоит дополнительно поговорить. Почему? Потому что увлечение гуминовыми препаратами и неконтролируемое, бесконтрольное использование, частое использование гуминовых препаратов приводит к тому, что микроэлементы становятся не более доступными, а менее доступными для растений. Они так крепко связывают эти микроэлементы и железо, и кобальт, и молибден, и цинк, и прочие микроэлементы, что запирают их, и они становятся абсолютно недоступными для растений. Поэтому использовать препараты гуминовые, будь то в жидкой форме, будь то в твердой форме, часто в качестве удобрения или в качестве какой-то подкормки является абсолютно недопустимым. Вы должны понимать, что использование этих препаратов может быть лишь для предпосевной обработки семян, для предпосевной обработки клубни, луковиц, для обработки корневой системы рассады саженцев при пересадке, а также для редких опрыскиваний, для того, чтобы отрегулировать рост растений в вегетативной фазе, а в генеративной фазе обеспечить легкий доступ растений к микроэлементам. В этой связи гораздо эффективнее использовать эти гуминовые препараты именно в сопровождении микроэлементов. Вот, ну, к сожалению, в Флоре-С я никаких микроэлементов здесь не вижу. Здесь гуминовые кислоты, азот, фосфор, калий. И всё, микроэлементов здесь нет. Я бы такое средство, например, не использовал. Ну, можно использовать там для той же обработки корневой системы, для опрыскиваний, но на самом деле без микроэлементов ценность гуминовых препаратов становится гораздо-гораздо ниже. Таким образом, передозировка гуминовыми препаратами может вызвать резкую нехватку микроэлементов, нарушить процесс всасывания микро- и макроэлементов корнями, нарушить развитие корневой системы. Корневая система может прекратить полностью свой рост, превратиться в подобие такой щётки для чистки бутылок, ну, такого ёршика какого-то, да, то есть много меленьких, коротеньких корней. Это будет означать, что грунт уже перенасытился гуминовыми соединениями, стал токсичным для растений, и они не могут нормально функционировать в этом грунте. Итогом этого выпуска является призыв мой к очень осторожному и очень умеренному использованию гуминовых препаратов. Почему же гуминовые препараты стали такими популярными? Это на самом деле является результатом, ну, такого грубого поиска каких-то активных веществ, которые будут обуславливать хороший рост и развитие растений. Вот, окей, давайте представим, в каких почвах растения будут лучше всего развиваться. Ну, конечно же, в чернозёмах. Чернозёмные почвы являются очень ценными и очень богатыми питательными веществами. Именно на чернозёмах можно получить самые-самые высокие урожаи. Значит, что делают учёные, исследователи? Берут чернозём и начинают смотреть, ага, что в этом чернозёме есть такого необычного? Ну, понятно, раз он чернозём, значит, там есть какой-то тёмно окрашенный компонент, следовательно, выделяются оттуда гуминовые вещества, и делается вывод о том, что чем больше гуминовых веществ, тем лучше растут растения. Но ведь одновременно с гуминовыми веществами, как туда попали гуминовые вещества? Гуминовые вещества туда попали вместе с органическими остатками. Ну, чаще всего это остатки растений, растительности. А почему они там накопились? А потому что там осадков мало. В тех же тропиках много осадков и малоплодородные почвы. Почему? Растительность-то богатая, органического вещества много, но оно всё время смывается, смывается, вымывается дождями. А если осадков мало, то в этом случае образуется вот этот самый чернозём. Если осадков слишком мало, это уже влияет на растения, и они плохо развиваются, чернозёмы не накапливаются. Почему? Потому что мало растений. А вот в определённой зоне, в Канаде, в Российской Федерации, на Украине, там, конечно же, чернозёмы образуются, потому что есть баланс между количеством растений и количеством осадков. Но одновременно с этими растениями там накапливается и калий, и фосфор, и азот. Поэтому без этих компонентов только гуминовые препараты не обладают вообще никакой пользой. Они важны, они нужны только в большом комплексе с другими веществами и в совершенно определённой дозе. То есть, если мы возьмём растения, посадим их на песочек и будем обеспечивать гуминовыми препаратами, какими-то вытяжками из торфа, из бурого угля, растения расти всё равно там не будут, потому что количество азота, которое мы будем вносить, количество калия, которое мы будем вносить, всё равно не будет достаточным для того, чтобы обеспечить нормальный рост и развитие растений. Необходимы все остальные элементы питания. То есть, если мы будем искать, почему там компот вкусный, определим, что главным компонентом является вода. Но если мы начнём пить воду, это совершенно нас не порадует и будет очень сильно отличаться от того, что есть в компоте. Поэтому всё-таки натуральные компосты, перегнои, органические удобрения являются гораздо лучшим, гораздо более ценным помощником, чем любые гуминовые препараты. Конечно, если у вас не хватает своего компоста, каких-то торфяных, может быть, натуральных удобрений, подмешивание торфа в лунке является хорошим способом повышения плодородия почв, в том числе, только цельного, конечно, не вытяжек. А весь этот бизнес на гуминовых препаратах связан с дешевизной их производства и таким расклонированным в средствах массовой информации, в интернете, объёмом такой информации, не совсем правдоподобной, о чудесных и чудодейственных эффектах подобного рода препаратов. Что ж, давайте мыслить разумно, давайте мыслить ясно об этом, давайте понимать, что откуда берётся. Это не значит, что надо сейчас щёлочкой поливать ваши растения, чтобы сделать гуминовые соединения более доступными растениями ни в коем случае, просто это будет очень токсичное соединение, да, потому что оно экстрагируется, потом нейтрализуется и так далее, это целая технология. Но, как бы там ни было, надеюсь, что вы не станете передозировать препараты из-за того, что слишком очаровались, ну, какими-то рекламными компаниями и акциями, направленными на увеличение продаж препаратов подобного рода. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!